Вы на вакцинацию? Какую прививочку будем делать? Гриппу? Молодцы! Поговорка «В здоровом теле здоровый дух» про Таисию Демидову. Прогулки на свежем воздухе и правильное питание, уверена женщина, залог прекрасного самочувствия. А в сезон заболеваемости гриппом не обойтись без прививки. На иммунизацию Демидовы идут всей семьей. Вспомнив, какая была эпидемия в 2010 году, как было страшно, как были поликлиника заполнена, и врачи не уходили до 10 вечера. И мне такое впечатление, что это вообще было военное положение. И вот как стали делать прививки, ну такого же не было, ну ушел грипп, появился коронавирус. Ну значит будем жить, прививаться от коронавируса. На процедуру уйдет 10 минут. Еще 30 понадобится, чтобы удостовериться в отсутствии побочных реакций. И можно идти домой. Вакцинируют в Абруйске российским препаратом Гриппол+. Можно заказать платный, французский. Перед прививкой сбор анамнеза и осмотр. Пациенту измеряют давление, температуру и сатурацию. Последняя должна быть на отметке 96 и выше. Затем слушают легкие. Ваша сатурация 98. Вы можете проходить на вакцинацию. Предварительная запись не нужна. С собой требуется только паспорт. Сейчас в городе привито 10% населения. В масштабах всей страны 15. Это свыше 753 тысяч человек. Что касается медицинских и фармацевтических работников, уже вакцинировались более 39%. Мы вакцинируем группы риска, у которых высокий риск заражения и тяжелого течения заболевания. К ним относятся дети до 3 лет, беременные женщины, взрослые, имеющие хронические заболевания, лица пожилого возраста. Особенность вакцинации детей от 6 месяцев до 3 лет заключается в том, что вакцина вводится в два этапа с интервалом в 3-4 недели. Медики бьют тревогу. Наслоение вирусов может привести к еще одной мутации. Врачи называют ее микс инфекцией. Именно поэтому крайне важно не допустить слияния штаммов. Сделать это можно единственным способом – создать коллективный иммунитет. Привиться и от коронавируса, и от гриппа. С учетом особенностей нынешнего битсезона, параллельного проведения двух масштабных вакцинаций, иммунизацию против гриппа решено продлить на месяц – до 1 января. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруиск, 360.